Всем привет-привет, с вами Флешка и это Женские Игры, и мы продолжаем развлекаться на сборочке Modern Skyblock. Ах, мои прекрасные хоромы, еще бы от факелов избавиться и будет вообще замечательно. Но это когда я подкоплю побольше клоустона и буду летать, чтобы повтыкивать это, потому что пока это строилось, это еще хорошо было ставить факела. А вот сейчас уже очень сложно будет подлезть. Я так вдохновилась и загорелась идеей этих сундуков, серьезно, так мне понравилось. Единственное, вот искать действительно сложновато, но хранить чего-то много очень даже удобно, поэтому Флешка психанула, Флешка сильно психанула и сделала огромный сундук. Давайте я с этой стороны его покажу. Он огромный, он 6 на 6 на 6. Вот такая вот зверюга огроменная и он отлично подходит для Лудька, который я заполучаю из мобофермы и из всяческих вот сумочек. И вот тут у меня скопилась вот эта радость. Я хочу ее с вами открыть, потому что аж 4 эпических. И вот что я сделала. Сейчас по большому счету у меня открыт доступ, я что-то не помню, открыт у меня уже доступ к крутым вот Basic Automation. Да, у меня уже открыт доступ к хопперам, но я как-то не особо их делала. Я сделала Back Opener. Вот, это то, чего мне очень даже не хватало. Что это такое? Рука с шипами, как у этого, как у Логана. Значит, у меня был лут-ресайклер, в который я скидываю все, что не попадя. Порывшись в каком-то дамп-файле, в общем, я погуглила, где хранится стоимость вещей, чтобы знать их стоимость переработки. Долго-долго читала этот файл, в результате поняла, что он как-то не соответствует тому, что есть в игре. Потратила кучу времени. В общем, вкидывать, смотреть, сколько дает. И самым-самым-самым выгодным оказался все-таки лут из монстров, то есть вот эти реликвировские штучки раскладывать на обычной кости, порох-плоть, и впихивать в ресайклер. Его получается много, жестоко и как бы надолго. Потом Back Storage, видите, хоппер идет в Back Storage. Здесь хранятся уже сами сумки, и тут я могу переключать, какую сумку я хочу. Тут у меня стоит блок, такой, видите, у меня прям система высшей автоматизации. И это все отправляется в Back Opener, а Back Opener уже отдает в сундук. Смотрите, чутка она падала. Вот, и она все открывается потихонечку, и идет все в сундук. Время-дремени я смотрю и выкидываю, что лишнее. На самом деле очень много здесь вещей, смотрите, сколько строчек, сколько строчек. Просто прелесть, просто прелесть. Это уже определенные вещи, которые я бы хотела сохранить, я вот сюда в шкафчик пооткидывала. В общем, я довольна, мне очень нравится, и очень много времени я потратила на то, чтобы это организовать. Итак, давайте начнем с самых простых. Нет, это RAR, вот Common. Давайте начнем с Common. Итак, что мне выпало? Наконец-то мне навыпадали колечки. Хейст, скорость и сила. Скорость и сила. В принципе, у меня сейчас нет вообще никаких колец, я могу оба колечка надеть. Отлично, у меня теперь есть постоянные бусты. Что у нас здесь? Я смотрю, есть ли еще что-то на дропик, потому что мне выпал еще один шлем на дропик. Пока что ничего такого не вижу. Нет. Вот что-то я в тестовом мире пробовала открывать огромное количество этих штучек, и я заметила, что на дроп это все-таки в эпических сумочках. Возможно, в RAR тоже с каким-то резким шансом попадается, но все-таки это эпический лут. Вот кто-то говорил, что у меня из черной материи кирка. Нет, это просто из мегалута, она... Ничего у меня особенного нет. Так. О-о-о! 961! 961! Я должна сейчас кого-то убить и посмотреть, что это у нас получится. Хорошо. Беру свои слова обратно. Не только с синеньких, но и с зелененьких падает. И что это? Это у нас увеличение жизни, кстати, возьму его. Лук. Крутонький. Как крутончики к салату. Топорик. Ну, ничего так. Ничего так. Но все-таки шапочка, это, наверное, самое крутое. Видите, как редко падают кольца. Хотелось бы колец, конечно, больше, чтобы был больше выбор. Но еще ребята говорили, что если у вас одинаковые показатели на кольцах, то есть и то, и то кольцо дает силу, то суммироваться баф не будет. Какая я грозная! Смотрите. Просто женщина-вамп. Давайте кого-то убьем. Кого-кого-кого-кого-кого-кого? Давайте эндермена убьем. Чего они там шастают? Иди сюда. Один. Итак, я выбила вот все, что с него можно было выбить. 38 вот этих сердец. А вот из этого как-то больше выпало. Еще и голова. Невероятно. Просто. Невероятно. Просто невероятно. Откроем сумочку. У меня уже лень руками ее открывать. Ничего супер-попера здесь не было. Это сюда. Вот так вот. Замечательно. 961. Я даже боюсь подумать, что будет, когда появится ведьма. Итак, чем мы сегодня займемся, ребят? Раздел автоматизации открыл нам доступ к таким двум вещам. Даже трем вещам очень важны. Это Crucible Inserter, который я искала еще в самом начале. Quick Dropper и Combustion Collector. Сейчас не надо отсюда выбрать все, что у меня связано с моими обзрывателями и конденсорами. И тогда мы с вами продолжим. Кажется, я все нашла, что у меня было для этого. А теперь будем смотреть на то, что мне надо сделать. Значит, мне нужно сделать вот этот прекрасный хоппер для Crucible. Я бы его никак иначе не назвала. Значит, мне нужен дроппер. Я, кстати, делала. Кстати, Fluid Dropper тоже возьмем. И кристальную жидкость тоже. У меня есть Dispenser, есть дроппер. Отлично. И также мне понадобится Желеско. 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 Еще спасибо большое человеку, который мне сказал. Вот, когда вы вставляете Core в свой сундук, и возле этого Core поставить в крафтинг стол, смотрите, он видит весь сундук. Это просто жесть. Это реально жесть, ребята. Есть. Crucible Inserter. Это отлично. Это позволит нам автоматически впихивать кусочки стекла в наш Crucible. А жижа нам понадобится. Что дальше? Это не из этой серии. Где остальные мои блоки для автоматизации? Вот Quick Dropper, который у нас делается опять-таки из дроппера. А вот тут вот сложно крутить, кстати. Ага, понятно. Тут сложно прокручивать. Где-то у меня тут был вот дроппер. И так же мне понадобится Glowstone. Glowstone, ребята, я делаю из шапочек ведьмы. Я уверена, что его можно сделать еще и честным способом. Да, через взрыватель надо Redstone и Glowstone взрывать. Но у меня есть ведьмы. У меня есть шляпки. И поэтому я их взрываю. Точнее, не взрываю. Как-то так. Эл, логика. Где-то там. Так, нам нужен кусочек Glowstone. И теперь я могу сделать Quick Dropper. Вернись ко мне, Quick Dropper. Отлично. Это позволит мне вбрасывать хорошо структуру взрывателя. И так же мне Combustion Collector нужен. Давай, сделаем я вот так вот. И вот так вот. И теперь, по сути, мы можем с вами организовать взрыватель. Взрыватель я бы хотела немножечко переделать. Мне его надо сделать в вот этой рамочке. Потому что у нее хранение тепла побольше. Потом, когда я поставлю свой конденсор, я перейду на осмиум. Вот. Тут показывает, что можно в прокаточной, но можно и в этом. Вот. А сам осмиум делается. Эй. Вот. Можно из руды или пыли. Вот. Из руды. А руду можно получить в конденсоре. Из пыльки осмиума. А пылька осмиума это всего лишь Glowstone и глина. Так что, в принципе, мы себе это можем позволить. На данном моменте я хочу сделать все-таки Незерак. Потому что у него больше вместительность тепла. У меня есть. Мне надо 8, еще 4. Мне надо 12. Вот. 12 и зажарить. Давайте остальное сюда ставим. Мне там сказали 150 раз спасибо за выполненные задания. Спасибо. Спасибо. Еще раз спасибо. Еще открылось что-то такое. Ммм. Вектор плейты. Это для моба фермочки. Вот эти валрусы, даже не знаю, что с ними делать. Это такая жутенькая. Нам надо подняться наверх и скинуть это все в реально сундук для хлама. Ну, сундук для реального хлама. Вот как-то так, можно сказать, даже. Потому что, ну, настолько бесполезных вещей. Ооо. Декоративная статуэтка розовой овечки. Ужас. Уйди. Пожалуйста. И вот здесь мы где-то здесь будем размещать. Низ. Закинула, она жарится. Умничка девочка. А она бы так долго жарилась. И монетку я верну обратно в сундук. Потому что я ее могу потерять. Я точно. Отлично. Незербрике, здравствуйте. Так, осталось сделать кирпичик. Поставить его в центр и магия. Незербрик кейсинг. Видите, у него эффективность, конечно, фиговая. То есть на конденсер я бы его не поставила. Но на взрыватель очень даже. По эффективности, по эффективности, железный хороший, остальное еще лучше. Ну, прям, смотрите, Refined Obsidian прям вообще. Осмиум тоже очень хорош по эффективности. Эндериум в никаких сравнений. Сравнений и Эндстоун. Ну, в Эндстоуне есть своя загвоздка. Манюлиновый очень крут. Блин, реально, очень круто. Бронзовый, ну, совсем чуть-чуть лучше, чем Iron. Не буду сейчас зацикливаться на этих для конденсера. Мне сейчас главное взрыватель. И мы сейчас его где-то здесь разместим. Как бы так сделать, чтобы... Я не знаю, как мне эту площадку планировать, чтобы не сильно себе занимать место. Итак, у меня будет рамочка здесь стоять. В рамочку я вставлю... Не конденсер. Я хотела взрыватель. А где мой взрыватель? Вот, я его потерял. Его потеряли, но спасибо поиску, Джаи. Я нашла. Я оставлю пока что стоун. Я еще не готова на железный переходить. Хотя, в принципе, готова. А 80 на 100, 100 на 120. Небольшой разницы. Мне надо только, чтобы вот у него хранилище было покруче. Ну, не знаю, не знаю. Теперь мне нужна рамочка. Я, честно говоря, предполагаю, что я могу себе сделать рамочку из вот этих камушков. Вот. И ничего страшного в этом не будет. А здесь размещу коллектор. Так. А вот здесь сверху размещу наш квикдроппер для взрывателя. И... О, мультиблок не сформирован. Видимо, все-таки эти блоки ему не сильно нравятся. Крайне печально, крайне печально. Итак, со всеми сторонами как камень. Все отлично. Так. Заменяем квикдроппер. Уже ему не нравится. Эй! Или ты должен быть реально железным, чтобы с этим квикдроппером работать. Это немножечко меня расстраивает. Самую малость. Хорошо, пошли делать железный взрыватель. Та-дам! А вот с железным самим взрывателем все работает отлично. И ему даже без разницы, какие здесь блоки. И поэтому я заменила на те, что вписывается мне в мой интерьер. Кстати, здесь не буду ставить. Поставлю здесь. Возможно, сюда я буду как-то хоппером что-то впихивать. Потому что не всегда один этот надо. Один ингредиент. Так. Давайте. Кнопку жмакалку. Итак, у меня сейчас здесь 3000. 3000. Смотрим, сколько надо на взрывание одной пыльки. 75. Все, закину. Ага, закинет она. Магнит бы еще выключить было вообще. Итак, я закинула туда 63. Пам! Еще бы нагреть было неплохо вообще. Так. Мы разогрелись. Мы готовы. Вы помните, там было 63. Что-то жиденько как-то. Но главное не подходить, чтобы оно не забрало. И потом сколько не взрываешь, оно отсюда уже не забирается. По 15 делается. Хорошо. Отдай мне. 53. 10 штучек мы с вами использовали. Получили 30 пыльки. Отлично. Так. С этим я довольна. С этим меня все устраивает. В принципе, можно сделать эту взрывалку автоматической. Но мне для этого понадобится какой-то таймер. Таймер. Что у нас есть из таймеров? У нас таймер из RavTools. Мой, кстати, любимый Redstone Timer из Immersive Tech. И есть вот такой вот. Из Dark Utilita Timer. В принципе, выглядит вкусно. В принципе, выглядит вкусно. Давайте его сделаем. Значит, там нам нужны палочки. Нам нужен Redstone. Золото. Больше Redstone. Где мой Redstone? Вот мой Redstone. Итак, нам понадобится 4 Redstone факела. Часики. И, собственно, все. Вот у нас появился таймер. И он... Ой, у меня даже где-то квас засчитался. Будет как мило. Я могу взрывать и так. И так. Еще бы я поняла, с какой стороны он выдает Redstone сигнал. Вот, он выдает Redstone сигнал. И я могу здесь поставить... Я даже не знаю, сколько тиков. 20 тиков в секунде. Сотни, это всего лишь 5 секунд. 300. 300. 300. 200. Нет. Черт. Что-то моя клавиатура абсолютно отказывалась это делать. Вот. И, по большому счету, чтобы он не постоянно это все делал, его можно выключить. Чтобы понять, он сейчас выключен или нет. Мы сюда закинем Gunpowder. И подождем. Он, кажется, выключен. И... А так, включен. Отлично. Я довольна. Отдай мне все. Супер. Супер, 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 супер. Теперь у меня не всегда, как бы, один набор ингредиентов идет. Блин, есть еще рецепты, в которых реально надо очень точно кидать. Ну, это будем разбираться уже потом. А сейчас я возьму вот сюда... Хоппер... Хоппер... Хопперня. Хопперня у нас получится. И сюда сундучок. И если надо будет много чего-то закинуть, просто закинула в сундучок, включила таймер и пошла, пока оно себе делается. Как по мне, это очень круто. И именно это мы сейчас с вами сделаем. Я хочу сделать... Endstone Condenser. Endstone Condenser. Ку-ку-ку-ку-ку где-то. Хорошо, пойдем через Sky Resource. Я хочу Condenser именно Endstone, потому что у него, блин, смотрите, у него Efficiency 666. Хотела сказать 6. Итак, здесь нужен вот такой вот Quartz Amplifier. Это алхимический стол. Это мы можем себе позволить. Это мы можем себе позволить. 6 кварца. Надо будет потрудиться. Хорошо. С этим все понятно. Но самое сложное это именно Endstone здесь. Потому что здесь что у нас? С пылькой алхимической, простой. Значит, нам надо 8 Endstone и плюс еще 6. Это 14 Endstone. Это 14 Endstone. И делается он через взрывалку. Ого. Упс. И здесь я прихожу к моменту, что мне понадобится очень много Nether Quartz. Очень много Nether Quartz, ребят. Очень не готова к этому. Понятно. Ставим сейчас Condenser, как он у меня есть. Вот. Причем я даже думаю, что я хочу 2 Condenser. 2 Iron Condenser. Один у меня будет под жижу, а другой будет у меня под Stone. Потому что вот этот борон делается, кажется, только из жижи. Сейчас посмотрим. Борон. Борон, борон, борон. Вот. Борон. Могу ли я через... А, нет, могу через Stone. Хорошо. Тогда вариант жижи отменяется. Один мне нужен будет. Отлично. А то я уже расстроилась, что надо будет делать несколько. Итак. Что у нас там? У нас должен снизу стоять сундук. И сверху от сундука будут идти все остальные конструкции. Где бы тебя разместить? А, где бы тебя разместить? Здесь тебя разместить. Рамочку. Здесь я буду использовать пока что Iron. Потом мы с вами сделаем осмиевую. Sky Resource. Осмиевая. Очень хороша. Очень хороша. У нее эффективность 130. А у этой 120. Окей. Откладывается. Вот End Stone рамочку я пока что просто не могу сделать. Потому что здесь пурпурный этот блок делается. Nether Brick эффективность. Слишком маленькая. Кто еще мне в принципе доступен? А никто мне больше не доступен. Так что не... Не мечись называется флешка. Понятно. Какое-то полнейшее расстройство получилось. Повторяем всю конструкцию, которая стояла у нас там внизу. Осталось влить сюда воду. И лаву. Отлично. Просто замечательно. Пока что будет такой вариант. А потом будем менять с вами вот эту рамочку. И, наверное, наверное, также сюда перенесу свои вот эти алхимические штуковины. Отлично. Сюда вписывается. И сверху я на них еще и сундук поставлю, чтобы далеко не ходить. Чтобы здесь лежали все менее более важные предметы. Что еще я хочу сделать? Я хочу сделать производство лавы. Почему бы и нет? У меня вот здесь... Что у меня здесь? У меня здесь вода. Кто-то говорил, что она там исчезла при разбитии. Нет, она не исчезла. Черт, куда ее теперь девать-то? Это очень хороший вопрос. Вот так вот проблема решен. И также поставим себе где-то, чтобы оно делалось. А, мне еще нужен нагреватель для моего крусибла. Итак, ликвид магма в пол. На нее крусибл. На крусибл мы с вами поставим инсертер. А сбоку поставим тенк. И с этого боку тоже поставим тенк. Пускай оно себе наполняет. Сюда закидываю вот эти блоки. И оно будет выкидывать ровно столько, сколько надо этой радости. И вот меня интересует только, будет ли оно отдавать в бок. Оно не отдает, к сожалению. Немножечко перестроим. Попробуем таким образом, с помощью ликвид дропера. В дропер оно должно отдавать. Итак, оно плавит. Да, в дропер оно отдает. Но дропер не отдает в порцеляновый тенк. К сожалению. К сожалению. Могу ли я с этой... Это что было, товарищи? Это я психанула, потому что мне страшно. Извините за ультразвуковые эти. Отсюда я могу брать? А я не могу отсюда брать. Я могу только из этого, из крусибл, брать. Печально, печально, конечно. Если я сейчас вот это разобью, то я потеряю немножко лавы. Хорошо. Давайте попробуем. Так. Забрать. Забрать. А, вот этот просто... Да, окей. Я потом заберу. Хи-хи. И оно опять наполнилось. Потом ведрами отсюда вычерпаю. Я почему-то думала, что этот флойд дропер будет дропать в какую-то эту. Скорее всего, он будет работать, знаете, с чем? Он будет работать с вот этими бочками. Скорее всего. Но я как-то не особо желаю с ними возиться. Я хочу какие-то более крутые тенки. Кстати, вот за таймер награда. Забрать и насладиться. Билдерс Ван, спасибо тебе огромное. Я о нем столько времени мечтала. И так же у нас есть автоблокбрейкер. Ну, что вам сказать? Это полезная штуковина. Давайте. Автоблокбрейкер. Из random things нам нужна железная кирка, stone и redstone факел. Железная кирка. Я к тебе спешу. Я же тебя не зря не выбрасывала. Так. Я была уверена, что вы у меня есть. Видимо, зря. Нашлась. Нашлась, родименькая. Сейчас сделаем блокбрейкер и сделаем аналогичный... Аналогичный каблогенератор. Правда, даже не знаю, где его разместить. Так, чтобы он мне не сильно мешал. Вот. Да, 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 да. Я тоже очень рада. Эта штука, на самом деле, безумно быстрая. У меня где-то были еще дроверсы. Правда, он четырехслотовый. Не сильно подходит. Значит, нужен обычный дроверс. Как-то так. Итак, у нас стоит блокбрейкер, который должен будет ломать блоки. Водичка стекает. Отлично. Теперь немножечко текущей лавы. Я где-то промахнулась. Да? Ну вот, наконец-то я придумала конструкцию, которая меня вполне удовлетворяет. Хух. Неужто это так сложно было? Сказали бы вы. Я скажу, да, это было сложно. Я что-то никак не могла сообразить, как я это хочу видеть. Я надеюсь, что эта дверка не сгорит, кстати. И я сейчас попробую вот так вот сделать. Почему? Потому что мне так хочется. Вот. А, отсюда уже можно будет набирать, и ничего с этим не случится. Хорошо. Последний штрих к этой структуре. Мне нужна здесь выключалка. Потому что, ну, не всегда вам хочется, чтобы эта штука работала постоянно. Очень интересно. Я что-то забыла, что они тоже по сигналу это открываются. Ну, в общем, мне нравится, а у меня здесь копится каблунька. Итак, эти радости перенесены. И чтобы уже в следующей серии добраться до Ботании, открыть вам тайну, почему я так рвусь к Ботании. Потому что там есть грязепалка. Это прям мечта всей моей сборки. Всей моей жизни на этой сборке. Поэтому мы двигаемся в сторону Борона. Борона. Здесь заберем награду. Я молодцом. Причем я еще здесь выполнила. Видите, Гоустон, правда, не так, как задумывалась, но все же. И Незараковская сетка. Это я тоже молодец. Фигня. Фигня. Ну, и водоцветок вместо этого. Было бы круто. Хорошо. Что нам говорит книжка, как мы можем пройти к Ботании? Как у вас тут? Мне нужен призмарин кристалл. 16 призмарин кристаллов. Это было бы сложно, если бы у меня не спаунились вот эти водные штуковины. Они спаунятся и дропают вот такие гвардиан спайки. Я их могу использовать. Я их с них могу делать призмарин кристалл. С этим у меня проблем нет. Та-дам! Ты заберешь так или нет? Забрало. Но по большому счету призмарин кристаллы... Это я поиск нажала, да? Призмарин кристаллы можно сделать через взрыватель из кварца и стекла. Опять-таки возвращаемся к вопросу кварца. Хорошо. С этим понятно. Остается только барон. Барон буду делать в виде блоков, которых потом удвоеваемым. То есть мне надо всего лишь 16. Мне надо 16 пылинок. Ну, давайте будем грубо исходить. 32 глустоуна и 16 соулсэнда. Вот соулсэндом уже более-более проблематично, так как он вредненько. Он охлаждается в холодильнике. Вот. И делается он из Сэнди Незерак. По 4 штуки. То есть мне надо на 4 крафта. Мне надо 4 Незерворта, песок и Незерак. Незерворты падают из сумочек. Как можно получить Незерворд не из сумочек? Что это было? Скорее всего, лайф инфюзия из Глаза Паука. Что это так и рычало, интересно? Зомби-вилледжер? Ну, тебе и звук, дружище. Ты меня напугал. Мне лень раскладывать, так что кушай так. Вот. Глазики Паука тоже не проблема. С тем, что падает из сумочек и с тем, что падает из ведьм. Хорошо. Также мне с сумочек падает, кстати, песок. Хотя я надробила достаточное количество, но еще и падает. Ну, и остатки нашего Незерака. Часть которого я пустила на рамку. А часть на это отправим. Итак. Барон. Солсенд. Холодильник. Раз, два, три, четыре. Отлично. Я надеюсь, что этого хватит. И осталось еще поставить наш холодильничек, потому что я его так и оставила в сундуке лежать. Вот, красавчик. Кстати, холодильник можно и на этом этаже поставить, потому что он не сильно мне мешать будет. Стоит себе, да и стоит. Интересно, если вот раз положить вот так вот. Процесс пошел. Супер. Смотрите, полосочка показывалась на весь стэк. То есть все, что вы положили, оно вместе там соединяется. Хорошо. Что у меня с пыльками? Я бы хотела увеличить количество получаемой пыли. Вот этой из... Для барона. Поэтому я хочу сделать вторую алхимическую пыль. У меня есть первая. Для нее мы отведем вот этот сундук. А чтобы сделать вторую, мне надо сделать вот такой вот алхи... Алхи-железо. Даже не знаю, как бы я его назвала. Алхи-железо. Ну как еще его назвать? Вот, как раз на 15 у меня получится. А потом это алхи-железо надо соединить еще раз с... Блейз-паудером и с Редстоуном. И для этого мне надо будет сейчас на автоматический взрыв поставить стэк ганпаудера. А также из шляпок ведьм сделать себе еще глоустоуна. Итак, ганпаудер. Один стэк. И много шляпок. Ну не так, чтобы прям совсем много. Много шляпок ведьм. Шляпки ведьм выставляем столбиком. И получаем глоустоун. А хотела я Редстоун. Так что прекратить глоустоуна издевательство. Редстоун делается по центральной линии. Вот так вот. Пускай продолжает взрываться. Итак, у меня получилось 11 вот этого железа. Маловасенько, конечно. А теперь закидываем вот это. И получим с вами более крутую пыльку, которая дает эффективность 175. Более крутая уже на 450. А здесь еще на 3200. Уже с ляписом. Ляписа у меня столько нет. Да и золота у меня сейчас столько нет. Поэтому ограничимся этим количеством. И уже с этой пылькой я буду делать мой бабарончик. Вот. И его будет получаться больше. Мы с вами здесь сделали ресурсов на 16. И посмотрим, сколько получится в результате. И в результате вместо 16 я получила 28 этого барона. Прекрасно. И теперь, учитывая то, что у нас у печки 144 эффективность, я должна получить его еще больше самой руды. Я практически самой руды должна получить столько. Отправляем эту нашу штучку. Она достаточно медленная. Пока что. Пока что. Потом мы ее ускорим. Теперь еще одну штучку, которая нам пригодится. Потом я эту руду буду дробить на столике молотом. Вот на этом. Крашинг тейбл. И потом мы ее будем промывать. И чтобы каждый раз не заливать, ну, не набирать точнее воду, заливать-то мы будем, я воспользуюсь вот таким вот шандельером. Прекрасная вещица. Давайте посмотрим, есть ли у меня ведра здесь. Есть у меня ведра. Что мне еще понадобится? Мне понадобится золото, изумруд и войд-тир. Насчет золота. Я практически уверена, что здесь есть. У меня даже войд-тир здесь есть. И золото должно быть. Я точно знаю, что оно тут падало. Блин, где же? А, вот же оно, в самом верху. Изумрудиков здесь нет, но изумрудиков я... У меня где-то были грязные изумрудики. Лень промывать. Пошли на базу, они у меня точно есть уже промытые. Не так. Вот так вот. О, не так уж много у меня изумрудов. И делаем с вами этот прекрасный шандельер. Вещица очень полезная, крайне полезная. И также мне нужен молот. Есть и такая буква. Осталось что? Осталось найти и забрать отсюда еще и мой вот этот сиф. Монетку выключить, когда идем наверх. Хотя мне кажется, что пыль уже вся довзрывалась. Довзрывалась? Прелесть. Прелесть. Я ее отправлю сюда. Я его чаще всего вот здесь и использую. Промывалочку поставим где-то. Я, кажется, пропустила пожар. Та-дам. Вот такое количество получилось буквально из 16 пыликов. В принципе, я из этого получу еще... Нет, не так. Еще больше, потому что это все удвояивается. Осталось только эту радость промыть. Неплохо было бы вот это включить. Да, с чашей это намного удобнее делать. Соглашусь. Намного. По бочке он дает тоже таки борон пыль. Смотрите. И вот теперь эту радость обжарить мы получим в два раза больше. Замечательно. Отправляемся вниз и обжариваем эту штуку. Таким образом мы с вами сможем открыть ботани. Пока жарится барон. Барон. Мне так и хочется бароном его назвать. Мы уже с вами научились делать соулсенд, поэтому я высадила немножечко Незерворда. Но меня не устраивает скорость роста. Я не хочу сидеть и ждать 10 минут. О, господи. Что за ересь, где ждать. Поэтому мы с вами сделаем леечку из экстраютилит. Надо сделать мисочку сначала. А потом из мисочки леечку. Потому что на Незерворде я пробовала использовать вот этот Enriched Bone Mill. Он не работает, к сожалению. К сожалению. К моему огромному сожалению. Поэтому заполняем лейку. И немножечко подтыркаемся лейкой. Что это нам даст? Это нам даст возможность открыть какой раздел. Кажется, раздел с автоматизацией. Basic Automatization. У меня нету шугеркейна. Я что-то разогналась, да? Ну, все равно быстрее, чем саму. Честное слово. И вот буквально пара секунд. И у меня уже есть 32 штучки. Отлично. Остальное оставлю на размножении. И сейчас мы посмотрим, как можно сделать Незер. Незер, Незер. Не Незер. Как можно сделать шугеркейн. Но прежде, прежде. Смотрите. У нас есть задание еще на всяческие какие-то странные штуки. Это снэт. Соло снэт. Компресс снэт. Что бы это могло быть? Снэт. Смотрите. Это усиленный песок. Который позволяет... Ну, не позволяет. Он заставляет расти на нем растения быстрее. Если верить книжке, то в 4 раза. Попробуем. Для этого нам понадобится булмил. Которого, к счастью, у меня фагончики. Маленькая тележка. И то же самое с соул сэндом. Можно сделать, насколько я понимаю. Да, надо 4 соул сэнда. У меня их там 6. Сейчас мы их... Или 8. Если 8, то это замечательно. И места меньше будет занимать. И работать будет быстрее. Интересно. А шугеркейн, если на этом снэде выращивать, он также будет требовать больше... Не больше. А воду возле себя или нет? Вот это очень хороший вопрос. Так, это есть. И самого снэда... Сколько у меня получается? У меня получается 13. И я могу сделать один компресснутый. Это, скорее всего, для нашего компресснутого... Красавчика тростничка. Задание выполнили. Отлично. Что нам награду дадут? Спасибо. И теперь посмотрим, как можно сделать... Шугеркейн. Конечно же, он делается через лайф инфузию. Это даже без сомнений. Для этого надо на пампкин применить вот эту штуковину странную. С глицериновым этим арбузиком. Сколько арбузиков надо для этого всего процесса? Семена арбуза падают из сумочек. В хорошем количестве. Мы здесь разместим сейчас... Теперь у нас будет всего лишь два кусочка с нозервордами. Правда, не знаю, как засекать скорость их роста. Часто для приличия чутка полью. Ну, я не знаю. Я не знаю. Х4 это не такая прям сильная усилялка, как вы могли бы подумать. Давайте посмотрим, как делается. Это надо нам немножечко золотишко. Самую малость. У меня тут чутка есть. Нам нужно больше, больше золота. Так. И этого будет мало. Надо еще один. Еще один. Окружаем золотце. Отлично. И нам понадобится тыковка. Маленькая сладенькая тыковка. Не здесь, а здесь. Промазим. Итак. Арбузики в щит. Тыковку на пол. И по ней пух. Блин. Вот серьезно. Если бы у меня не было дополнительных потоких сердец, оно бы меня убило, честно говоря. Вот. И теперь хороший вопрос. Нужна ли ему рядышком вода? Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Тростничок. Интересно, у тебя лейка работает? Нет. Походу, нет. А супер булн мил? И юбер булн мил нет. Только ждать. Серьезно. Ну, это же совсем не серьезно. А у нас, тем временем, зажарился весь барон. Я не знаю, зачем мне столько. Возможно, он где-то в нуклеар крафте используется. Но пока мы до этого дойдем, мы можем засчитать это задание. И открыть, наконец-то, ботанию. Ей! Восхитительно. Просто восхитительно. Что у нас по времени? У нас жуткий перебор по времени. Но. Ли. Липад оф фертилити. Есть прекрасная штучка из реликвари, которая делается из лилипада. Кстати, как его получить? Ага. А не как флешка. Только через вейнс, через монопул. А вейнс как можно получить? Из лилипада. Серьезно? Либо же ножницами срезать с джунглевого дерева. Но это все равно нам нужна ботания. Так что, значит, сейчас я займусь чем? Буду выращивать тростничок. Буду говорить, расти, тростник, расти. Вот. И буду готовиться к открытию остальных веточек. А в следующей серии займемся начальной ботанией. Наверное, где-то вот здесь. И к чему я стремлюсь? Я стремлюсь. Где же ты? К этой прекрасной штуке. Road of the Land. Это руна земли. То есть нам надо будет пробраться сквозь все вот эти заросли. Сделать рунический алтарь. Что совершенно не проблема. Все это сделать. И тогда нам откроется великолепие всех великолепий. Это грязепалка, которой я наконец-то начну заполнять свои сады-симирамиды. Вот так вот. А на этом все. С вами была Флешка. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok